Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Я продолжаю помогать ребятам готовиться к ВПР этого года. Сегодня разбираем задание для шестого класса. Это задачи на проценты. Только школьники могут понять, какая это проблема для нас с ними. Ребят, давайте разберемся хотя бы с одной задачей. Подождите убегать. И сразу хочу сказать для учителей и репетиторов, дорогие коллеги, возможно, я буду объяснять немножко не тем языком, которым у нас с вами учили в институции. Я объясняю для ребят, которые уже ничего не поняли. Поэтому, дорогие мои друзья, идите, пожалуйста. Все, кто не понимает задачи на проценты, пожалуйста, идите наоборот сюда. Итак, друзья мои, 100% это 100 частей. Это части, ребят. То есть взяли какое-то число и разделили его на части. А потом захотели узнать 28 частей, то есть 28%, или 94 части, то есть 94%. Нет ничего сложного в задачах на проценты, если вы будете знать, что проценты – это части от чего-нибудь. Но все равно приходится включать голову в некоторых задачах. Вот здесь ее придется включать. По алгоритму все время действовать не получается ни в школьной математике, ни в жизни. Поэтому старайтесь включать голову. Это всегда полезно. Смотрите, какую удобную форму для выражения процентов придумали. Мы как будто бы пишем, например, 1% из 100. То есть 1 сотая. 1 сотая можно записать еще вот так. 0,01. А учителя очень любят, чтобы мы записывали вот так. Например, речь идет, как у нас, о 25%. Я бы вот так записала. 25 из 100. А учителя любят, чтобы мы вот так писали. 0,25. Просто это одно и то же, ребят. Все, давайте решать задачу. Почитаем сначала. Путник собирался пройти 40 километров. В первый день он прошел 25% пути. А во второй на 20% меньше, чем в первый. Вот тут придется думать. Сколько процентов составляет оставшаяся часть пути от первоначальной? Давайте поступательно двигаться. Путник собирался пройти 40 километров. В первый день он прошел 25% пути. То есть от 40 километров он прошел 25%. Берем 40 и умножаем на 0,25. Кто сейчас в уме быстренько не справился, тот на листочке уже умножил. Только что выяснилось, что в первый день он прошел 10 километров. А вот теперь со всем вниманием читаем про второй день. А во второй день на 20% меньше, чем в первый. Многие ребята не понимают, что вот эти 40 километров и эти 100% в первом действии, которые мы сделали, когда 40 умножали на 0,25, они себя отработали. Наступил следующий день. И наступили следующие 100%. Теперь 100% – это тот путь, с которым сравнивается путь во второй день. Во второй день на 20% меньше от чего? Чем в первый. А в первый сколько? Вот, в первый же 10. Значит, теперь мы должны будем взять 10. А на что мы будем умножать? Многие потянулись умножать на 0,20. То есть на 0,2. Но это неверно, ребята. Он прошел на 20% меньше, чем в первый. А если в первый он прошел 100%, то на 20% меньше – это сколько? Это 80. Вот где нужно было докрутить. Поэтому я 10 умножу на 0,8. Потому что он прошел 80%, а не 100. А при помощи 20% нам это как бы подсказали. Хотите сказать, что и запутали, да? Ну, ничего страшного, выплывем. Итак, 10, умножить на 0,8 будет 8 километров. Затем, сколько процентов составляет оставшаяся часть пути от первоначальной? Давайте сначала найдем эту часть. Нам надо взять целый путь, то есть 40 километров, и вычесть все, что он прошел в первый и во второй день. Быстренько давайте сделаем вот так. 40 мы вычтем. 10 плюс 8 равно 18. 40 минус 18, получается 22. 22 километра. Это осталось ему пройти. А вот на последней фразе поплывут многие. Сколько процентов составляет оставшаяся часть пути от первоначальной? То есть надо соотнести остаток с началом. Сделать соотношение остатка с началом. А отношение – это деление. То есть нам нужно 22 поделить на 40. А это будет 55%. Друзья мои, если вы поймете, что проценты – это части, и что иногда надо включать голову, как вот здесь, в случае второго дня, то тогда такие задачи вы будете решать хорошо. Все, с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна и канал «Простоучилка». Если информация пригодилась и понравилась, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. И удачи вам на контрольных экзаменах и ни пуха ни пера! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...